И в продолжении темы дорог. Общероссийский народный фронт проверил, в каком состоянии в Чебоксарском районе находятся отремонтированные участки, на которые пока действует гарантия подрядчика. Выяснилось, что даже там, где ремонт был в прошлом году, не все благополучно. Ольга Пырочкина подробнее. Когда на телевидении идет репортаж про состояние дорог весной, зрители привыкли видеть огромные ямы. На трассе Аликовой Шаки на первый взгляд проблем нет. Но это только на первый взгляд здесь образовались трещины, которые станут ямами через год, если не принять меры. Данный участок по программе безопасной и качественной дороги ремонтировали в 2018 году. Сейчас только март 2019, а полотно уже в ненормативном состоянии. Длина продольной причины по всему участку 32 метра. Здесь мы, как видим, более сантиметра на некоторых участках. Вот граница между участками с ремонтом и без. Друг от друга они практически не отличаются. В этот участок дороги в прошлом году вложили 51 миллион рублей. Но как и на том участке, который не ремонтировали, в трещины буквально пролезает мой палец. Сейчас дорога на гарантии компании-подрядчика. Все нарушения она должна устранить за свой счет. Чтобы эти трещины не разрастались, их планируют залить битумом. На вопрос, почему они вообще появились, начальник участка отмечает, это неизбежно. Мол, явление называется отраженные трещины. Были на старом покрытии, будут и на новом, если не поменять основание. А этого контрактам не предусматривалось. По такой технологии, которая у нас здесь по контракту была, сетка трещина на любом случае бы появилась. У нас есть утвержденный госконтракт. Подрядчик не имеет права менять техзадание самовольно. Чтобы составить техзадание, нужен проект. А чтобы сделать проект, необходимо понять, какого рода работы здесь необходимы. Ремонт, капитальный ремонт или реконструкция. Вид работ, ремонт или капитальный ремонт определялся на основании, проведенной в 2017 году, научно-производственной фирмой Дорсервис, город Владимир. По результатам технического отчета рекомендовано проведение работ по ремонту, а именно укладка выравнивающего слоя, в том числе использование фрезерования и укладка одного дополнительного слоя покрытия. Только вот при ремонте проведение экспертизы не полагается, хотя именно она помогла бы выяснить, в чем причина постоянного образования трещин. К примеру, подмывание грунтовыми водами. Круг постоянного заделывания постоянно образующихся трещин замкнулся. Наши эксперты делают вывод, что такие разрушения вызывают недостаточно устойчивая дорожная одежда. Учитывая, что на один и тот же участок в течение четырех, ну, пяти лет, скажем, потратили значительные средства, десятки миллионов рублей, мы считаем, что эти же деньги можно было бы использовать более рационально. На объездной дороге к полигону ТБО другая проблема. Это специалисты называют уже даже не колеей, а просадкой. На дорожное основание гарантия уже вышла, а вот на земляное полотно пока действует. Только кого заставить устранить нарушение, непонятно. Строил дорогу Чуваш-Автодор, который ныне банкрот. Мы в любом случае, в рамках юридического поля, мы вынуждены как бы выйти, да, с этим, с этой претензией, с этим иском для понуждения, значит, этой организации исполнять свои обязательства, которые они взяли для себя в рамках контракта. Пока идут суды, гарантия может закончиться и на этот вид работ. Конечно, ради безопасности все исправят. Только, видимо, уже за счет бюджетных средств. Еще одна недавно отремонтированная дорога, которую собирались проверить активисты Общероссийского народного фронта, трасса Ураева-Магась-Нижний-Магась. Однако это у них не получилось. Одну из полос закрывали сугробы и налить. А значит, в зимнее время дороги содержались ненадлежащим образом. Но это уже совсем другая история. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика.